Глава Коми провел заседание Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в республике. Обсудили вопросы укрепления единства страны и многонационального российского народа. Последние годы стали эпохой глобальных перемен, острых межнациональных конфликтов у наших соседей, союзных государств. Чтобы сохранить целостность и суверенитет России, президент страны принял решение о начале специальной военной операции, подчеркнул Владимир Уйба. Сегодня российские солдаты и офицеры, бойцы из Коми, представители разных национальностей и вероисповедания, геройски сражаются за нашу единую Россию. В январе на передовую отправилась казачья войска республики Коми. Мы сегодня продолжаем очень, на мой взгляд, правильное служение в деле укрепления дружбы. У нас есть одноименный дом дружбы народов, где собираются наши жители не только для того, чтобы между собой пообщаться и поговорить. Они сегодня в доме дружбы плетут маскировочные сети, изготавливают другую атрибутику для фронта. Этнообъединения наши точно так же участвуют в сборе гуманитарной помощи. И вот я считаю, когда это делается без вообще внимания, кто эту гуманитарную помощь принес, кто это сделал? Глава Коми призвал не поддаваться на провокации, которые намеренно создаются в информационном поле на тему якобы притеснения отдельных организаций. Российских народов. Все это для того, чтобы внести смуту и рознь в сознание людей. Сегодня в условиях всестороннего давления на Россию на первый план выходит единение, взаимовыручка, уважительное и добрососедское отношение всех народов России. Президентом нашей страны Владимир Владимирович Путином неоднократно отмечалось, что межнациональное, межрегрозное согласие – это основа российской государственности и консолидации гражданского общества. Попытка его нарушить – это предательство и преступление против России. И не иначе как. Преступление против России. Также Владимир Ройба отметил, что важно противостоять масштабной информационной войне, которую ведут страны коллективного Запада против россиян. Под особую защиту следует взять детей и молодежь, не допустить подмены понятий, показывать историческую правду, прививать традиционные нравственные ценности и чувство патриотизма.